А теперь к новостям культуры. В Национальном историческом музее Беларуси открылась выставка «Искусство шоколада». Она приоткрывает тайны создания и оригинального воплощения, пожалуй, самого любимого лакомства детей и взрослых. Менчане и гости столицы на выставке могут увидеть сладкие композиции ручной работы, сыграть в шахматы и шашки с едобными фигурами и научиться создавать шоколадные мини-шедевры своими собственными руками. А чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей Гомельской области, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. На уходящей неделе Гомель торжественно открыл выставку «Проекты в лицах». Она рассказывает об инициативах, реализуемых в Беларуси при финансовой поддержке Евросоюза. Впервые проект был запущен в 2015 году. За это время он посетил более 30 крупных и малых городов нашей страны. Его концепция через личности разных героев отражать инициативы, которые нашли свое воплощение и изменили жизнь людей к лучшему. Фотовыставка «Проекты в лицах» открылась на площадке возле картинной галереи Гавриила Ващенко. Экспозиция включила 29 персональных историй. На снимках общественные деятели, представители местных органов власти, педагоги, учащиеся ученые и фермеры. Рядом инфографика, демонстрирующая механизм и ключевые характеристики, реализованные героями проектов. Главные темы – зеленая экономика, развитие сельских территорий, образование, туризм, бизнес, инклюзивные практики и пропаганда здорового образа жизни. Реческая детская школа искусств на уходящей неделе стала центром культурной жизни Гомельской области. Здесь состоялся международный фестиваль баянистов-аккордеонистов АКО-премиум 2018. На одной площадке собрались лучшие представители различных исполнительских школ. Судила конкурс международная жюри. Кроме блестящей игры участников, здесь можно было увидеть и услышать очень редкие музыкальные инструменты, которых в мире всего несколько экземпляров. А в Гомельском государственном цирке состоялась премьера новой программы «Империя львов». На манеже захватывающие номера эквилибристов, воздушных гимнастов и жонглёров. Хорошее настроение зрителям дарит харизматичный клоунский дуэт Алекс и Луу, а также забавное выступление собак, кошек, мини-свинок, пони и даже ламп. Изюминка программы – аттракцион с дрессированными львами. Сразу восемь африканских хищников, половина из которых имеют необычный белый окрас, демонстрирует публике свою грациозность, силу и ловкость. Чем порадует следующая неделя, расскажем прямо сейчас. На сцене Гомельского общественно-культурного центра с программой «Я объявляю вам любовь» выступит известный российский певец, актёр-композитор Глеб Матвейчук. Он мастер сценического и вокального перевоплощения, яркая, харизматичная личность. В репертуаре артиста эстрадные и народные песни, романсы, классические произведения. В каждой музыкальной программе Глеб Матвейчук раскрывает новые грани своего таланта. Искренность, душевность и элегантность исполнения вызывают истинный восторг у зрителей. А тем временем на сцене Гомельского областного драматического театра на следующей неделе будет показан спектакль «Раневская одинокая насмешница». Он пройдет в исполнении талантливых артистов Санкт-Петербургского государственного академического театра комедии имени Акимова. Главным героем постановки станет не только сама гениальная актриса своего времени Фаина Раневская с глубокими мыслями, чувствами и поступками, но также ее тонкое и неординарное чувство юмора. Самыми яркими культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова